Заряжаем на победу нашей сборной. Эта шапка болельщика универсиады уже стала везучей на играх в Красноярске. А теперь и главный лыжник Абакана зарядил ее удачей. Будем болеть за наших на Олимпиаде в Пекине. Игры стартовали сегодня. Алексей Лемин не пропустит выступления лыжной сборной. У нас очень хорошие шансы в эстафетах. Кроме того, это и наиболее зрелищный вид программы. И у нас шансы хорошие в эстафетах как в мужской, так и в женской части. Ну и, конечно же, традиционно мы очень сильны в марафонах. У мужчин это 50 километров, у женщин это 30 километров. Мэр Абакана рекомендует не упускать из вида Александра Большунова. Он обладатель двух последних кубков мира. Выигрывает эту гонку! Мы чемпионы! Браво! Биатлон – это тоже наше все. От стреляющих лыжников ждем медалей, как и действующих олимпийских чемпионов – хоккеистов красной машины. Хоккей на Олимпиаде пропустить – преступление. В этот раз звезды НХЛ опять не приедут, но это не значит, что медали легко достанутся нашим. У букмекеров пока есть прогноз только на первую игру сборной. Сегодня нам дали хоккей-линию, мы будем играть со Швейцарией, коэффициент 1,55. Мы получаемся лидерами. Но это групповой этап, будем смотреть и болеть. Не знаю, какие будут результаты. Грех не посмотреть, пожалуй, самое красивое состязание – фигуристов на льду. Большой фанат этого спорта, наша землячка из Москвы Яна Иванова, прислала в редакцию свою видеорекомендацию, на кого обратить особое внимание. В России представляют великолепная Камила Валиева, утонченная, но такая сильная духом, чемпионка мира Анна Щербакова и русская ракета Александра Трусова, которая попытается в своей произвольной программе исполнить пять четверных прыжков. Такого не делают даже мужчины. Почувствовать себя на Олимпиаде можно и в Аблакане, и если вы не очень любите лыжи, то можно выбрать себе более спокойный вид спорта. Керлинг, например. 20 февраля спорткомплекс Типсей проведет мастер-класс и научит всех желающих играть в керлинг. О, это победа!